Уже на подходе к аэровокзалу можно было заметить ретро-технику и колоритных персонажей. А в самом здании на первом этаже в полной мере прочувствовать творческую обстановку. Вот множество костюмов на кронштейне, а здесь актёров гримируют перед выходом на съёмочную площадку. Благодаря декорациям Брестский аэропорт на несколько дней превратился в аэропорт Шонефельд в Германии конца 80-х. Здесь идёт серьёзная работа над созданием 12-серийного шпионского детектива под рабочим названием «ГДР». Режиссёры, актёры, операторы, светители и декораторы – это лишь малая часть съёмочной группы, которая работает над созданием кинофильма. В Брестском аэропорту это уже третьи съёмки, и у нас есть прекрасная возможность прикоснуться к этому процессу. На съёмочной площадке задействовано порядка 250 человек. Это и члены съёмочной группы, и актёры массовки. В зависимости от сложности сцены используются до девяти камер, а каждому дублю предшествует несколько репетиций. Мы называем это картиной, мы не называем это сериалом, потому что, как вы видите, у нас очень масштабно проходят съёмки, задействовано много массовки, много ретроавтомобилей, и все цеха максимально включены. У нас большая география съёмок. Мы снимаем в Москве, безусловно, снимали в Выборге, планируем Стамбул, планируем Калининград, везде по кусочкам собирая из пазла Германию 1989 года. Над созданием картины работают талантливый российский режиссёр Сергей Попов, известный по кинолентам «Дорога на Берлин» и «Холодное сердце», художник Сергей Иванов, благодаря декорациям которого время идёт вспять, и маститый оператор-постановщик Гайки Ракосян, за плечами которого 52 киноработы. Проект очень интересный, он уже, можно сказать, исторический, потому что это прошедшая эпоха, это эпоха лично моей молодости, поэтому для меня это было неинтересно, я как бы в свои послестуденческие годы стараюсь, я помню их, я стараюсь атмосферу этого времени воссоздать. Для кинооператора обычно задача любого проекта – это в дуэте с актёрами создать атмосферу, создать дух, настроение того времени. Сюжет основан на реальных событиях – волнения в Берлине и грядущие для всей Европы перемены. В центре борьба разведок разных стран, включая СССР, за досье на политиков из секретного архива Штази, Министерства госбезопасности ГДР. Это серьёзное оружие в борьбе друг против друга, ну а в Бресте снимается важный эпизод, в котором происходит передача секретных документов. В этой ленте, в этом проекте у меня роль Аликин, специальный корреспондент «Маяка». Сегодня у меня, получается, второй съёмочный день в этом проекте, замечательная команда, почти со всеми уже работал, со всеми тёплые отношения, так что думаю, что для меня работа в этом проекте будет очень комфортной и удобной. Снимаюсь я не первый раз, снимался я ещё на фильме-проекте «Пальма» три года назад. Я играю роль офицера полиции ГДР, ну моя роль патрулировать вокзал, смотреть, наблюдать за окружающими, вот, ну очень нравится, интересно. А премьера кинокартины состоится в 2024 году и обещает быть по-настоящему захватывающей и яркой.